ребята всем привет вы на канале алекс дозор и я рад вас приветствовать еще раз вас всех с прошедшими рождественскими праздниками счастья вам любви здоровья благополучия и радости в вашей жизни ребята у нас сегодня на обзоре интереснейшая модель успевшая хорошо под нашуметь в прошлом году и ну если вы были бы какие-нибудь вот топ рейтинги наушников на как у меня только мирового мирового масштаба или мирового стандарта я думаю эта моделька бы там заняла ну то есть какие-то интересные места короче у нас на обзоре фио fd3 бюджетная модель от фио которая натворила просто большого переполоха большого шороха эта модель у меня на обзоре слава богу и спасибо виталию карасеву из далекого географически но уже такого близкого моего сердца города клайпеды вот если бы не он мы бы не увидели эту модель ну и много других кто смотрит мой канал моделей которые благодаря виталию появились у меня на обзоре тоже вот поэтому спасибо тебе братуха ну и давайте начнем сам обзор сегодня без комплекта поставки поэтому посмотрим какие аксессуары я к нему подобрал и как бы как это все выглядит вообще погнали и друзья как бы вот таком виде я покажу вам эти наушники потому что пересылка с украины в литву это ну то есть как бы не дешево далеко не дешево чтобы слать огромные коробки я вот недавно виталию отправлял именно в коробке подарок и это гораздо проще слать дешевле просто вот в чехольчике наушники без всяких комплектов поставки без ничего потому что платишь за завес картона завес макулатуры завес непонятно чего но так вот красиво выглядят эти наушники давайте сначала о технических характеристиках а потом что я к ним подобрал как бы и какие выводы я по аксессуарам сделал вот смотрите выглядит ну просто шикарно это алюминиево-магниевый сплав здесь в этих наушниках все покрыто вот каким-то как лаком то ли эпоксидкой а вот это вот это 2d стекло сверху на вот этот вот мраморный рисунок два с половиной до стекло вообще эффектно золотые обрамления мне вот очень нравится кстати наушники скажем так немного открытого типа я бы не сказал что полу открытого то есть видите вот сделаны такие вот скажем так секции с компенсационными отверстиями секции которые дают открытости которые дают сбавить давление внутри совы самих звуковых камер наушников чтобы добавить немного пространства в сцену до или или много про но я думаю немного пространства в сцену здесь будет правильнее сказать вот такие вот вот такое вот интересное решение у фио получилось помимо того что а давайте по характер по техническим характеристикам диапазон частот у нас здесь от 10 герц до 40 килогерц чувствительность 111 децибел и сопротивление 32 ома у этих наушников кстати сразу скажу стоимость их 120 долларов а в обычном комплекте и 150 но это официальные цифры как бы на данный момент три тысячи четыре тысячи гривен 150 можно взять их в про версии это там кабель там наушники все то же самое но там будет кабель со сменными штекерами с 300 на три с половиной на балансные соответственно и я бы если бы покупал я бы как бы ну сам бы лично сто процентов только ради этого кабеля переплатил бы 30 долларов чтобы он чтобы он был в комплекте этих наушников потому что там очень стоящий кабель ну кстати еще отдельно продается то есть но отдельно покупать его выходит дороже поэтому смотрите лучше сразу взять про версию грубо говоря и не париться потому что кабель там действительно шикарный вот что что у нас здесь ты из такого еще интересного что что хотелось бы подметить так это то что динамик весу этих наушников 7 грамм ровно они достаточно достаточно легенький совершенно не тяжелая вот потом у них здесь стоит какой-то хитрый карбоновый динамик тоже с двойной ldc диафрагмой да если я не ошибаюсь а я по моему не ошибаюсь так она и есть но из какой-то хитрой вот звуковой камерой даже не звуковой камеры а вот эти вот звуководики съемные являются окончанием этой звуковой камеры ну то есть хитро интересно и от этого есть результаты кстати вот эти вот звуководы которые стоят у меня с черным вот если вы не видели вот с черной такой резиночкой здесь есть резиночки чтобы это дело не выпадало у меня были трены стм наушники на обзоре вот сейчас ссылочка на них так там проблема в том никаких резиночек не чуть и звуководики там прикручиваются сверху сам самые кончики и легко они раскручиваются легко их можно потерять с у меня товарищ носит и в принципе и в принципе уже одну насадочку потерял вот это более узкие овери это более широкие а вот более узкие для скажем так для выделения низа то есть это вот для любителей басов басхеды это ваша а вот тут уже любители скажем так подачки попроще давайте по померяну не попроще скажем так они с таким выраженным басом мне больше понравились черные звуководы а вот виталию вот эти вот красные он с красной резиночкой здесь смотрите звуковод 5 и 0 а здесь ну и вроде бы как как эти ну вот чуть-чуть они уже 47 буквально на несколько миллиметров уже а ну разница разница огромная в звуке очень огромного у меня вот с вот этими басхедными немножечко даже был дискомфорт где в композициях много баса у меня даже со временем я уставать начинал и немного начинала болеть голова честно я хоть и не этот не н ч фил скажем так меня в я люблю хороший бас всегда любил так вот в диаметре они кругленькие у нас и в диаметре они получаются у нас 15 миллиметров вот как бы вроде бы как бы дана вид достаточно длинные звуководы ну давайте мы так их померяем еще тоже вот 8 миллиметров длиной но на самом деле сам не со всеми амбушюрами они вся тут они вроде толстенькие такие и длинненький и под правильным углом кстати компенсационное отверстие обозначение наушника лево-право не считая того что вот как бы синий и красный цвет ну как бы так чтобы не и посеять и давайте по аксессуарам смотрите начнем с кабелей я вот слушал на вот этом вот чисто медном от хинж и знаете от x inch и знаете мне вот в реально вот на нем и больше понравилось потому что поставил вот этот вот балансный ну чуть-чуть вот стало мощней баланс конечно свое дело делает чуть-чуть стала как-то напористей могут в че начали немножко на них сыпаться здесь они вот строже организований как-то ярче красивее привлекательней а на вот таком посеребренном кабеле на посеребренной меди они чуток посыпались поэтому как бы мне по серебро по серебряные кабеля сюда я бы ну не знаю не мне сильно хотя я люблю наоборот вот когда но этим наушникам не подошло абсолютно не подошло убираем его и давайте по амбушюром по быстренькому пройдемся смотрите сразу начну вот эти вот серенькие хорошие если помните недавно у меня был топчик по амбушюром кстати вот ссылка на канал аудио аксессуары там вы найдете и эти топчики и как бы и на все эти амбушюр отдельный обзор и короче я в левом ухе у меня провалились в принципе вот вроде как ничего и можно было что-то как бы даже пописать звук с ними но просто у меня проваливались в левом ухе и я толком не смог на них послушать поэтому я их сразу убираю в сторону потом следующий который я надел это были 145 сп ну потому что те же провалили а тут наоборот а тут в правом ухе перекрылся у меня канал и тоже было как бы слушать не очень поэтому мы их убираем вот со спирал дот от живи си какая сразу стала массивненькая ну опять таки на низких мясистая мясистая не массивная а мясистая такая вот сочная подача но и у этим наушникам и так я же говорю я не ну мне не сильно вот вот на басистых фильтрах на басистых звуководах вот зашел знули слишком слишком сильно слишком много слишком как бы слишком много мяса и поэтому мне не у хотя сели все нормально вот никаких проблем там вниз не проваливаются не не перекрывают не еще моих ушах вот они сели прекрасно удобно но все же слишком много мяса скажем так было с этими вот вот эти вот наушники амбушюры с которыми я слушал эти наушники которые мне действительно понравились сп двести сороковые немножечко добавили басу хлесткости немножечко там углубили его буквально чуточку ну и это было как бы хорошо и удобно сели в уши а все же мандаринки мне понравились больше они немножко не так углу ну то есть не так глубоко ушел вас как на вот этих вот а зато они хорошо и звонко подчеркнули в че ну который классно как бы звучали на вот этом кабеле на этом более рассыпчато и размазанно звучало почему-то не не знаю в чем в чем там соль ну как то вот так вот поэтому остановился я вот на этих амбушюрах и потом кстати сравнение с другими моделями я тоже делал с вот этими амбушюрами и на этом кабеле но к этому мы вернемся чуть позже а теперь давайте я вам расскажу как звучит эта модель и так друзья как комплекта поставки у меня нет вот я как бы вывел его на экран ну там все шикарно и еще . лучик для отключения ну то есть вернет для отсоединения кабелей на mcx коннекторов и вот там как бы два кабеля показано шикарная коробка и пенки и насадки как бы которые вам и бас подчеркнут и более там были какие не вокальные или сбалансированные хороший действительно комплект поставки посмотрите если что на официальной страничке фио а я размещу ссылки виталий брал на хилфига и я на него оставлю ссылку и ну на алиэкспресс посмотрю вот на данный момент на момент снятия ролика и на момент выхода это одно и то же я сейчас ночью снимаю монтирую и в пять утра он через пару через пару тройку часов будет как бы уже в эфире вот поэтому как бы так ну что найду там самая дешевая ладно и давайте озвучаем виталий мне прислал сразу стояли вот тут эти вот с красненькими резиночками которые чуть поуже которые должны быть для подчеркивания баса или для для увеличения объема баса скажем так и так действительно и было я повторюсь местами у меня даже уже начинал то есть от долгого прослушивания гудеть в голове хотя это ну это интересно и там это неплохо это вот оно классно мне по мне всегда хотелось прибрать на эквалайзере я в принципе это и делал но поменяв потом насадки и я понял что всего этого можно достичь насадками так вот бас был сап часть в басе здесь как бы есть она вот так вот немножечко выдвигает вперед немножечко как бы вот так вот со своей стороны подкрашивает сам составляющую в уже имеющуюся в треках своего особо ничего гудения никакого от себя не добавляет но как бы там где это есть это звучит реально так вот как бы больше больше более объемней чем на тех наушников которые как бы менее музыкальный не настрою не настроены скажем так на музыкальность а более где-то аналитичные вот с бас вот вот тут вот интересно вот сам бас он у него есть тело он такой округлый хороший насыщенный плотный и вот после удара бас бочки да то есть он уже вроде как остановился потом раз и еще чуть-чуть расходится ширину то есть ты уже думаешь что вот как бы это уже конец что он за нет он именно после удара еще вот вот как легкое пространство он еще чуть-чуть уходит довольно так интересно и это его и делает таким вот знаете динамичным таким вот энергичным таким вот как бы идея техничностью там и не пахнет через вот как бы такую довольно достаточно плотную бас бочку ну нету технических технично врывающихся палочек ты их слышишь они отыграются все нормально но как бы это это ни в коем случае не выглядит технично это выглядит был так вот вовлекающе увлекательно масло такое масляная тавтология ну уж простите братцы как-то так не хочется кидаться вот именно какими-то непонятными терминами поэтому пытаюсь описывать более простым приземленным человеческим языком смотрите мид часть она вроде кажется такой она не жирная но она плотная и вот игра что рифы что солны что просто переборы струн вот звучат немножечко как бы больше немножечко шире чем обычно и из-за этого допустим не будет какой-то узнаете четкой проработки когда струнка от струнки в переборе нет а мы просто как-то вот больше и опять таки она тебя больше вовлекать больше затягивать прослушивание как бы ну то есть музыка даже более менее скучноватое то есть не танцевальная совершенно она кажется здесь вот более динамичной бьют ну вовлекает себя тебя в прослушивание себя вот так вот но пока вот следующее что еще немаловажно пока очень хорошо ну даже очень сильно к вам приближет то есть на достаточно таком очень близком приближении и вот когда исполнитель поет ты слышишь его дыхание вот эти вот переливы звуков вдыхая когда вот человек вдыхает выдыхает какие-то вот ну моменты когда человек поет как-то вот знаете низко слышно вот это вот хрип отца и все до такой вот мелочи до такой и тэш если песня эмоционально ты начинаешь сопереживать вот ну то есть как бы вот жить в этой песне проживать именно моменты вот эти вот ну вот тоже как бы это знаете очень эмоциональный вокал вот вот как будет правильно если вокал звучит высоко по тоже это это пронзительно это резко это вот до самой глубины души поэтому вот этот вот вовлекающий бас вот этот вот эмоциональный вокал подчеркивается еще очень яркими в че у них нет длинных хвостов с затуханиями там длиннейших там с хорошими там огромными протяженностями но они вот такие звонкие яркие привлекающиеся к себе в внимание то есть в противовес вот этому вот басу идут и очень хорошо обращающие на себя внимание я знаю минимум два человека там чатах и один в чате другой по моему просто в со а в комментариях к видео мне писал что вот много вот было в че что даже болит голову то люди которые были ну то есть действительно чувствительные к в че что даже вот как у меня допустим от избытка баса у них от избытка в в че побаливала голова вот и они как бы продали эти наушники это вот очень много людей стали счастливыми обладателями этой модели очень много людей которым и вот только два человека которым как бы в че здесь было много то есть не зашло но их не мой их количестве на него они просто яркие такие красивые привлекающие внимание вот и на фоне вот этого объемного баса уходящего в стратосферу в атмосферу ну вот это ну то есть они его прям подчеркивают хорошо и по сцене здесь нету сверх какого-то вот расширения она нормальная в ширину она нормальная в глубину от четкого позиционирования инструментом но опять это ж не мониторные наушники это веселые это классные динамические вовлекающиеся сверкающие блестящие скажем так своими в че наушники вот поэтому здесь как бы вот такой какой-то аудиофильской прям вот растону нет чувствуется чувствуется что есть ну то есть как бы понимание где какой инструмент на каком расстоянии есть между ними скорее всего благодаря вот этим вот компенсационным вот этому решению там небольшой открытости вот этой вот компенсации давления в динамике между ними чувствуется какая-то вот ширина расстановка как и вглубь так и в ширину но это не больше среднего абсолютно в ширину даже вот чуть чуть больше чем в глубину перкуссионные инструменты которые наиграют на высокой середине позже как бы щеточки трещоточки хорошо отыгрываются хорошая слышимость но опять-таки эти нюансы они вроде бы есть но они не привлекают к себе внимание вот этот вот прогиб на серединке получается как бы и они просто по подчеркивать что они есть что их можно услышать ну а какой-то журю сверх сверх расширениях и сверх детальности то есть речи не идет но но это и не задумывалось но то есть у тех кто делал эти наушники у музыкально у инженеров акустических музыкальных идейных вдохновителей фио не было такой цели это максимально приближенный к народу продукт и действительно он хорош и под дайте положа руку на сердце они если бы они стоили дороже где-то там на 30-40 процентов никто бы не удивился если бы по выходу эта моделька была бы чуть дороже все бы было бы как бы на своих местах то есть она стоит дешевле чем звучит звучит она на дороже чем стоит как-то так ну давайте теперь быстренько по сравнением а потом пусть наш эксперт понюхает эту модельку на зубок я ему конечно не дам не виталию надо ставить целыми но вот понюхать почесаться в них это да поехали и смотрите ребята для сравнения я подобрал не так много моделей ну потому что во первых идун сюда ложить было бы от кенеры вообще не честно но это в разные весовые категории разные вообще исполнение там гибриды и которые на на детальность настроены здесь веселье скажем так в динамических наушниках поэтому я взял свои любимые динамические наушники и как бы да начнется батл дохнув это громко сказано но будем сравнивать первое что хочется сказать это вот шанлинг м е восьмидесятый кстати тоже виталий мне подарил на день рождения прекраснейшие наушники и в моем случае вот как бы тут будет конечно чистая субъектив щена но вот они мне нравятся больше они играют на светлой стороне они играют а вот как бы вот эти вот намного теплее ну я не могу сказать что они прям вот темные они такие тепло музыкальные наушники вот этих же холодные резкие детальные ну это небо и земля но вот именно такой тюнинг мне лично нравится больше я никак не ну то есть не могу в своем собственном рейтинге их подвинуть потому что действительно вот вот это мое просто многие мои друзья и соратники по аудиофильской теме и меломанским увлечением говорят что у меня это скоро пройдет но уже как год не проходит и я не знаю будет будет ли такое вообще вот она мера моя любимая мерочка которая кстати тоже была подарена мне виталием на рождение сына за что ему еще раз огромное спасибо короче говоря с мера так как была на своем первом месте так на ней и остается у нее не такой все поглощающий и давящий вас здесь он у нее более такой вот интересный более объемный но я не могу сказать что потом прям 3d ну то есть 3d это совсем другая фишка но вот как-то так вот как-то к этому подходящий подводящий но все же у него он не такой большой не так расходится в объеме не так выпирает и не так привлекает на себя внимание тоже как бы в че здесь нет ну яркий достаточно яркий но опять-таки не такие как здесь ярки и тем самым они становятся более детальными более как бы вот у них тоньше и так благороднее вот эти вот уху хвосты и затухания после ударов и вот как бы нет такого большого и резкого прогиба как как вот здесь все таки чуть-чуть они они тоже как бы вышка тоже как бы музыкальные могут чуть-чуть играют они ровнее и ну то есть как бы более приятней на мой вкус и вот еще ария тоже кстати благодаря виталию меня эти наушники именно у него я их и купил я их уже собирался покупать на алике узнал что виталий как бы готов с ними попрощаться и почему бы не выручить друга и рад я вообще что они оказались у меня в коллекции а вот тут как бы нет вот тут вот они ну опять таки это немножко разные весовые категории они играть немножечко проще вот немножечко как бы сдержанней но но тоже интересно и знаете я долго вот колебался ну между тем однозначно вот эти вот веселее однозначно они повлеченнее однозначно они музыкальнее вот 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 ну они вот ария немножечко немножечко проще но вот это вот просто и со вкусом просто у арии а здесь вот как бы такая явная кричащая музыкальность а вот как бы в чем в чем между ними разница и ну арию я все-таки отодвину на на место ниже и получается у нас первое место остается вот сейчас вот в рейтинг да вот тут жена у меня золото просто во время монтажа выглядит она его и делает и оформление вот этой вот картинки это тоже ее рук дело вот как бы все она но она молодец вот я только так медийное лицо и идейный вдохновитель хотя мой длинный вдохновитель это она вот ладно так и остаются на своем первом месте разумеется мера на втором и doom на третьем шанлинг м и е80 вот а вот с четвертого места арию пододвигает fd 3 и ария уходит на 5 ну и все остальное смещается вниз но опять-таки смотрите вот этот вот нюанс это вот чисто чистая вкусовщина здесь вот как бы если кто-то не любитель яркой пронзительной подачи то как бы местами эти двое наушников поменяются просто потому что ну как бы я люблю и больше но не больше вообще очень сильно просто люблю вот эту подачу светлую детальную резкую скажем так местами холодноватую поэтому для меня эти наушники все ребята а теперь что скажет наш эксперт и вот он пушистый зверь эксперт а ну давай sim как 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 тебе это дело кстати пока он тут будет бегать я за ним надо глаз да глаз как тебе наушник сейчас он на меня запрыгнет я вам еще кое-что скажу как тебе наушник ну посмотри нормально же да как как вообще неплохо давайте натру вот так вот на счастье на счастливую дорогу наушников назад ну не скоро ничего и едут у меня еще кс-2 от кибир виталия и еще интересные заушины пока не закончил домой и домой не отправлю я пока виталию отправил кое-что свое взамен на послушать поэтому поработаю пока с этим материалом ждут не хочешь залазить так ребята вот что я хотел вам сказать иди ко мне как я за тобой не бегал по всему столу потом молодец молодец вот видите теперь с белочкой на плече все все как полагается новый год прошел удачно вот слушал же я все эти наушники на вот этом кабеле от x-inch медном и с мандаринками да а арию я взял и подсоединил куда тому гибридному медь серебром с позолотой и вот ну вот вот вообще хорошо вот они знаете они такие совсем таки сдержанники ровненькие были слышал в одном обзоре что как бы это это вэшка тут как бы вэшка вот вэшка вот это настоящая хармановская кривая а здесь как бы что угодно но только не вэшка можно сказать ближе к прямой но на самом деле здесь не прямая чеха вот когда это слушаешь вот кажется что вот она где где ровная подача наушников так вот вот этот вот x-inch золотой он как бы так ну придал им новых красок подкрасил хорошенечко так и вы че и басик и серединку равномерно ну классно они заиграли скажем так новыми красками с этим кабелем вот все что я вам хотел сказать кстати следующие будут queen of audio affinity потому что я как раз вот очень сильно хочу сравнить их вот с fd3 это ну скорее всего что queen of audio kenera выпустили для скажем так ну как прямого конкурента наверное вот этим ушкам ну то есть как бы есть такое предположение в наших кругах любителей аудио все друзья до скорых встреч музыка была группы engine on всех люблю целую и жду вас на своем канале пока